Макбах от Алиски. Привет, зрители. Чё, жри, жри. Не стесняйся, жри. Там манная кашка. Я чё-то подсела на манную кашку, три дня и ем. Вчера сварила специально для этой дурынды. Но чё-то так получилось, что я была вся таковую... Ух ты, у меня сосульки на балконе. Сонная весь день. Даже лёгкий макгиря и чё-то ещё стиралка у меня стирать не помог. Короче говоря, она у меня слегка пригорела. Я её вроде размешала, всё нормально. Смотрю, у нас окипает. Думаю, ну, надо снимать с огня. Она, оказывается, она была вмешать до конца. Потому что там 6 столовых ложек манки. Вот в этой кастрюке она. Потом 3 или 4 столовых ложки с горкой. 3, наверное, столовых ложки с горкой сухого молока. Ну, значит, вода ещё. Чайная ложка или типа того... Порошка плодов ба-баба. И 2 чайных ложки. Или одна с огромной горкой кокосового сахара. А в тарелочке-то ещё и варенье клубничное. То бы у меня чё-то не въелось оно. Я думаю, ну ладно, это там немножко осталось. А знаешь, что-то любит иногда с тарелки хозяйской лопать. Сладкую кашку. Ну, в смысле, эту еду какую-нибудь. Я поставила, покрыл кастрюльку. И не удержалась. Она тут смотрю, хомячит, хомячит. Думаю, надо её записать. Я тут записала три обзора. Один на чайник, ну, два на то, как я ваяю семечково подсолнечно, короче, кунжутную халву, пасту. В чашку только не надо мою. У тебя есть своя миска с водой и молоком даже. А потом кунжутную, этот, не кунжутную, это кэшью вчера ещё свояло. Оказалось, что кэшью надо отмачивать. Может быть, потому он у меня неотмоченный долго измельчался. Я там всякого такого непотеменно говорила. Придётся потом... Смотрите-ка, она просекла шею снимать и показала нам жопу. Этот придётся мне потом лишние монтажи вырезать. Много времени потратить. Это я вчера пошла в магнит за салфеточками или бумажными полотенцами. Ни того, ни другого не было. Но был мягкий знак по 15 с копейками, рулон. Я смотрю, он такой мягкий, прям мягкий знак. А он, оказывается, однослойный. Ну и... ну, такой себе. Хуже, чем, допустим, салфеточки бумажные. Я что-то вспомнила тот ролик с туалетной бумагой по заказу, как пародия. Кошка, дожирай кашку-то, чё? Хозяин уже её есть не будет. Тем более после того, как ты её пожрала. У нас тут зима внезапно пришла. Такая конкретная. Надо уже зимние ботинки доставать. Точнее соображать, какие одеть, какие теплее, какие не очень. Мне тут пальто задарили. Шерстяное. Частично шерстяное, частично с этим таким вот, похожее на... Блин, как он звать-то его? Пуховик. Полегче, чем моя куртка зимняя. Потеплее, чем моя куртка осенняя. Кошка, дожрать кашку будешь? Ты чё там вообще соберешь? Эй, печеньку не надо жрать. Это половинка печеньки из кокосовой стружки крупной. У меня он там в декабристере как там его цветёт. Провода тоже жрать нежелательно. Куда она сейчас? И пирожок этот не надо. Он, конечно, выглядит, может быть, не очень, потому что я его перевернула и раздолбала, чтобы удобнее было крошить. Порезать-то мне его не судьба была. Но он вообще-то сладенький, с варенькой. Возможно, сейчас спалёт шмеля будет. Моя там бельё частично деревенское стирается. Потому что ездили, убирали пчёл на зиму. И привезли заодно то, что надо постирать. Чё там упало, что ты хомячишь? Ладно, зритель, сейчас пошли опасные звуки, придётся идти смотреть, чё там с этой стиралкой. Пока, это зритель.